Санитарно-эпидемиологическая ситуация на Витебшине была головной темой обмеркования на сегодняшнем потяжении президента. Санитарно-эпидемиологическая ситуация на Витебшине была головной темой обмеркования на сегодняшнем потяжении президента. Санитарно-эпидемиологическая ситуация на Витебшине была головной темой обмеркования на сегодняшнем потяжении президента. Сюлита плануется увести устрой первый лечебный корпус Витебской областной клинично-инфекционной больницы. На завершение модернизации первого лечебного корпуса и закуп для его технологичных обсталяваний потребуется еще около 15 миллиардов рублей. На сегодняшний день готовность объекта складает 70%. На Будовле побывала наша здымочная группа. Каждый понеделок для первого лечебного корпуса сбирается в штаб Будовле, к образам по 200 войнеке, срубленным за тыдень вырошить проблемы. Инфекционная больница, побудована еще в 1961 году, ни кори капитально не ремонтовалась и давно не отповедала с ужасным потребованиям. Модернизацию пошли больше за два года тому с первого лечебного корпуса и сегодня уже в мае так и выглядит. Осталась чистовая отделка, установка лифтов, благоустройство, окончание работ по наружным сетям, по внутренним. Ну и в принципе я считаю, что в этом году реально при условии ритмичного финансирования этот объект сдать. При Будовнистве основало шмат проблем, и головно из них означает Александр Коржаев, связать Будовнищие нормы с медицинскими потребованиями. Будовники выконали свою задачу. Лечебный корпус разрешено на 90 ложков. Уже трех отделениях разместится палата с усими сручностями на одного и двух пациентов. Створаются належные умовы и для персоналу. Мы, конечно, с нетерпением ждем, когда закончится строительство этого корпуса, но это не решит, скажем, всю проблему реконструкции инфекционной больницы. Ждем во второй очереди, ждем пристройки, вставки между корпусами, реконструкции второго лечебного корпуса. Проект на каштаристную документацию другого лечебного корпуса и новой пробудовой, як и пешего корпуса, так само рахтует специалисты предприемства «Витебск-Жилпроект». Трестройка представляет собой четырехэтажный корпус площадью, который составляет два раза больше площадь двух существующих корпусов. Здесь будут располагаться реанимационные отделения, кабинет функциональной диагностики, ретген-кабинет, всяческие лаборатории. У бегущего года в областном центре будет увидено еще широк значных установ системы охоты здоровья. К маю месяцу запустим первый блок областной больницы. Детская областная больница, туда будут, сейчас будут открываться операционные, и к концу года будет открыт полностью вот этот педиатрический корпус трехэтажный. Это онкологический, хирургический корпус, это женская поликлиника, бывший роддом города. Дальше терапевтический корпус, больница скорой медицинской помощи, центральная городская больница, первая городская больница. Светлана Макайова, Геннадь Шаглоу, Новина, Витебск. Проблеме допингу надается пильная увага. А у тем лику на Витебске не только в этом году наших спортсменов выявлены две становочные пробы допинг-контролю. Как взмогаться с этим злом? Не выпадково до дела у семинара запросили тренера, урачов, всех специалистов, которые должны нести отказность за применение забороненных препаратов. Существует международный стандарт. Международный стандарт и список запрещенных препаратов, которые ежегодно обновляются. И поэтому сегодня ознакомят с этими правилами, с тем, чтобы и спортсмены, и тренеры понимали и знали ответственность за применение запрещенных препаратов в спорте. На жаль, порушения в выполнении антидопинговых правил выявляются не только в спорте высоких досягнений. Проблема ГТ вельми актуальна для детячей юнацкого спорта. Нередкие выпадки кальонаки попадаются на допинг-контроли за своего неведанья. И тут, на думку специалистов, потребна увести администрационную и криминальную отказность тренера, урачов и обслуговывающего персоналу спортсмена за применение допингу. Зараз на Урадовом Узровне разглядаются ГТА-пытания. Наша статистика показывает, что это очень актуальный вопрос на сегодняшний день, потому что более 50% нарушений – это нарушения в детско-юношеском спорте, это несовершеннолетние спортсмены. И согласитесь со мной, что не каждый несовершеннолетний спортсмен будет принимать сам, по своему усмотрению, какие-то запрещенные вещества, особенно это касается анаболических стероидов. И здесь, скорее всего, это будет с подачи либо тренера, либо врача. У сусветным антидопинговым кодексе прописаны правила и процедура допинг-контролю, а так само штрафные санкции за их невыконание, які однольково распаусюджываются на всех спортсменах и во всех видах спорту. И Беларусь так само не выключение. Инна Кириленкова, Станислав Дудин, Новинный Витебск. В Алшатском лесгасе высадили аллею, присвеченную русскому лесоводу Александру Колесову. Из 130-ти годзю вынаходництва и мяча Колесова. Специальные прылады для посадки лесу. Закладка аллеи отбылась у рамках республиканской акции «Тыдень лесу». У делу ее приняли керунники у всех лесгасов Витебщины и леса господарших объединений. Новая аллея со 150 листовых и хвойных древ разместилась у закладенном летось Дендропарку. Спорт с перамоги у областным дерби почал черговый чемпионат краины у Першелизи футбольный клуб «Витебск». У драматичным поединку супротив полоска подопечный Юрия Коноплева вырвали Викторию у добавленный арбитром час 2-1. По дровязности у репортажа Сергея Мисурагина. Трибуны Витебского центрального спортивного комплекса уже давно не бачили. Такой велезарной колькости болельщиков подтримать земляков пришло больше за 2000 человек. А значит, открытие сезона у областным центра саправдой отрималося. Надеемся, что в этом году команда покажет лучший результат, конечно. Состав, в общем-то, немножко изменился в лучшую сторону. Руководство клуба новое. Мы соскучились, болеть будем, конечно же, за Витебск. Победим, будем в высшей лиге, верю. Снег на Витебском стадеоне еще не до конца растал, а работники ЦСКА зарабили все макшимое, как провести поле у парадок. А там у Игульня отрималась жвабая. Команды пошли со стречу без попередней разведки и отказывали атакой на атаку. На сегодняшний день могу сказать, что сделано практически все для команды. Были сложности, были проблемы, связанные с невыходом указа. Но непосредственная подготовка была проведена на высоком уровне. Команда полностью готова к старту чемпионата. Команда значительно усилилась, но мы могли бы еще более быть сильными. К сожалению, не получилось. Некоторая позиция нас не устраивает. Но, тем не менее, мы считаем, что основание у нас хорошее для успеха. Поступовые инициативы захопили витебляне, и все частей стали погрожать воротам гостей. Не прошло и 15 минут, как в составе палачан последовало выдаление. На линии штрафной игрок Полоцка сгулял рукой и убашил перед собой червоную картку. Это стало сигналом для Витебска ка пачать массированный штурм ворот соперинков. Вот только гости не разгубились, а все команды организовали глубокую шалонированную оборону. Тем не менее, это не перешкоджало витеблянам выводить своих нападающих на ударные позиции. Вот только первого голевого удару пришлось очекать 45 хвилин. Лику Сустрыша открыл Иван Филиппу. После перепынки получание не опустили руки. Гуляючи в колькосной меньшинстве, они смогли одновить ровновагу. А развязка этого драматичного поединка наступила уже удобавленный арбитром. Час перемога господарам пронес докладный удар Ивана Пятручика. У другим туры команда областного центра сгуляет на выезде. Соперником витеблян будет футбольный клуб из Лачаминского района. Гульня пройдет 27-го красавика. Сергей Мисурагин, Ярославу Навойку, Новини, Витебск.